Это ты, Родина моя, это ты, Россия. Упала небо ввысь, для тебя наша жизнь. Это ты, Родина моя, в мире нет красивей. Россия, Россия, ты моя звезда. Все смотрю картины того времени, да, и девушки-то не худенькие были далеко. Далеко не худенькие девушки были. Ну, то есть они, конечно, и толстыми не были, но они были такие в теле. Безумно красивые фонари. Чаша со змеями. Ты когда-нибудь столько книг видел в своей жизни? Полное собрание законов Российской империи. Вот это да. Я бы здесь посидела, почитала бы, да? Смотри, наверху сколько книг. Потолок какой красивый, бесподобный. Вань, а раньше же освещения-то не было, свечами все освещали. Здесь видишь, какие светильники формы свечей. Раньше свечами все освещалось. Мне интересует, как они-то туда добирались. Куда? Ну, как вот у тебя, это, лестница. И пошел. Какие-нибудь там потайные были обязательно шкафчики. А стулья, посмотри, какие резные. Видишь, стулья какие резные, красивые, со спинками, с какими высокими. А вот это люлька, Вань, смотри. Ау. Система сигнализации. Смотри, люлька какая. Видишь, как раньше укачивали малыши. Видел? Какая-то детская. Ой, боже мой, здесь-то все сияет как. Вот это что такое интересно. Вон, видишь, все сияет, все блестит. Всем краска. Я Ване говорю, Вань, ты посмотри, какие у всех одинаковые прически. Это парики. Ваня так удивился, говорит, как, говорит. Они носили парики. Представляешь, Вань? Такое условие было при дворе. Все носили парики. Ну, кстати, я слышала другую историю. Почему, допустим, во Франции носили парики. Потому что там многие не мылись. И у них были вши. И вот они носили парики. Ну, не знаю, насколько там правда-неправда, выдумки-невыдумки. Такую версию я тоже слышала. Ну, вот зала с мебелью мне прям вот очень понравились. Да, Вань? Вот это вот, наверное, тоже береза. О, ружье! Давай подойдем посмотрим, что там за ружье. Путничий гарнитур. Ружье и пистолет. Смотрите, какой бесподобный комод. Вань, как бы я хотела, чтобы у нас дома такой комод стоял. С вензелем Екатерина Великой комод. Вот из чего он сделан. Розовое, черное дерево, орех, груша, карельская береза. Ну, вот мне тоже показалось, что карельская береза. Вот это вот коричневая. Это карельская береза, потому что мне там очень понравилась мебель из карельской березы. А это что такое, неинтересно, смотри. Вот это вот что такое. Как ты думаешь? А, это обелиски с гербами российских губерний. Маленький какой-то. Я не знаю даже, что это такое. Смотри, совсем мало здесь. Клавикорды. Клавикорд. Ну, это что-то типа маленького пианино такого. Представляешь, какого малюсенького. Ух ты, Ваня, смотри, на коне. Кто это у нас на коне? Вон там Петр, наверное, на коне. Или кто это? Или это Екатерина? Что-то похоже больше на Екатерину. Портрет императрицы Екатерины, да. Екатерина, представляешь, Вань? На лошади. А вот это Орлов. А вот это граф Орлов. Таким вот образом выглядел. Ваня, посмотри, какая лошадь у Орлова. Орлов же очень любил лошадей. И у него были самые красивые лошади. Вань, ты видишь, что ты такую хоть раз видел в жизни? Белая и с такими черными пятнами. Здесь вообще необыкновенно красиво. Красное и золото. Красный цвет и золотой. Мустры. Зимний дворец. Будуар императрицы Марии Александровны. Супруги императора Александра Второго. Все в красном цвете золота. Безумно красиво. А наверху тоже, посмотрите, какие там ангелочки. И пол тоже такой. Видел, Вань, пол здесь какой-то уже необычный. Ковров никаких не надо с таким полом. Ширма эта, видимо, какая-то интересная. Италия. Сделана из дерева, кожи, золотого теснения, мети ткань. В общем, в каждую комнату заходишь, а каждая комната еще лучше. Предыдущая. Посмотрите, какой потрясающий пол здесь. Все-все в золоте. Весь потолок. Все вокруг. Я это что такое, Вань? За конусы такие. Что это такое? Название петух. Талисманы. А, это талисманы. Это талисманы. Разнообразные. Вазы потрясающие какие. Все-все в золоте. Эти везде трогать нельзя. Вот это, мне кажется, тоже, наверное, скорее всего, карельская береза. Вот этот зал уже попроще. С картинами. Секретеры. Да чего ж мне нравятся их секретеры. Безумно красивые. Там ходит экскурсовод. Надо к нему подтянуться, послушать. Вставлял откуда звук. Слышишь, он все это разбирается, снимается. Я вот тебе хочу показать. Ты видишь, что бронзовый такой, овальный фор. Вот так идет. Вот придем и увидишь футболички. Стоп. Это, в общем, у кого-то индивидуальная экскурсия идет. Дедушка еле ходит, но все знает. Боже мой, какая ваза. Ваза синяя фарфоровая. С бисквитными ручками в виде фигур маленьких фаунов. С бисквитными. А что значит с бисквитными? С бисквитными ручками в виде маленьких фаунов. Смотрите, какая ваза. Она причем, знаете, как вот я издалека ее так показываю, кажется, что она черная, она синяя. Темно-темно-синяя ваза. Люстры бесподобные. Вот издалека люстры. Слушайте, вот кого что здесь восхищает? Меня здесь очень сильно восхищает пол. Пол бесподобный, бесподобно красивый. Паркетный пол. Ваня решил станцевать на этом поле. Нет, здесь на самом деле, конечно, восхищает все. Море золота, море дерева. Всего. Но пол это что-то волшебное. Потолки насколько красиво оформлены. Вот эти вот комоды. Куда мы идем? По кругу. Может и по кругу. Не знаю. Мы идем, куда глаза глядят. Без особой программы. Смотрим то, что нам нравится. Потому что, знаете, когда вот экскурсию берешь, когда экскурсию берешь, тебе рассказывают все. У тебя как-то в одно ухо влетает, в другое вылетает. Ну, во всяком случае, у меня. Ну, что-то, конечно, сохраняется. Но в основном нет. А вот сам, когда идешь, так посмотришь, что-то тебе понравится. Вот дворцовая площадь, Ваня. Алло. А, восьмерками, да? Восьмерками пол сделал. Да, восьмерками. Кто говорил, что Ване будет неинтересно? Ване интересно. Ваня сделал своих море фотографий. Причем его больше всего привлекли почему-то люстры. Ну, люстра это произносит. Ну, здесь все произведение искусства. Но люстра действительно очень красивая. Что там, Ваня, за картина? Иди, прочитай, мне скажут, что это за картина. Смотрите, бесподобно как. Все в золоте. Какие-то монеты здесь, интересно, настоящие или нет. Мольер, мольер. Кто? Мольер? Смотри, Вань. Настоящие монеты или нет, как ты думаешь? Трогать не надо? Наверное, настоящие такие монетки. Да? А часы какие-то. Хотел бы такие часы, да, они работают. Это сколько сейчас, без пяти час? Сейчас 12 часов. Ну, вот, без пяти час работают. Правильное время показа. А вот эти работают? Что ж это за дерево, интересно, такое? Настолько красиво. А, это прямо из одного ансамбля, что ли, получается. Вот этот вот шкафчик. И вот тот шкафчик. А? А тут час. Эти чуть-чуть быстрее идут, получается, чем те. Слушайте, вот так вот я вам сейчас показываю. В телефоне это смотрится как таким бордовым цветом. А на самом деле коричневый цвет. Вот почему-то телефон немножко искажает краски, картинки. Это час, это он запеликал, что час был. Один раз. Два, наверное, два раза. С маятником, часы с маятником. Сматриваем с Ваней картину. Здесь написано «Битва израильтян». Ваня говорит, мам, смотри, там в углу кровь внизу. Я говорю, ну, ясное дело, они же дерутся, убивают друг друга. А Ваня говорит такой, мам, а что, нельзя было этого не делать? Зачем художник нарисовал? Вань, а зачем нарисовал, как ты думаешь? Они же при помощи картин передавали действительность. Не было раньше фотографий. Понимаешь? А он передал вот это событие, как это все было. Видел. Это всегда страшно. Всегда лучше договоритесь по-мирному. На Венеру. Венера почему-то на козлике. Венера на козлике. А рядом с Венерой фаун. Фаун и пути. И собрание в Париже. И собрание в Париже. Мне почему-то понравилась картина. Я не знаю, почему. Ваня говорит, мам, я не понимаю, почему они без одежды. Ваня, у тебя сама не понимаю, почему они без одежды. Красиво, наверное, потому что. А это картина «Мадонна с младенцем». Да, Вань? Это годы жизни художника. А в 1772 году, наверное, что ли, написано на карте. Мне вот эти вот шкафы всегда очень-очень нравятся. Ваня, что ты делаешь? Шкаф из ореха. Вот этот сделан. Резьба. Еще написано «Мрамор». Думала, где же мрамор? Мрамор он. Мраморные вставочки. Представляете, какой красивый шкаф. Здесь зал какой-то темный. С очень маленьким освещением. По всей видимости, чтобы не портились картины, я так думаю. Но картины, вот эта вот тематика, мне очень нравятся. Здесь что это за картина, хоть прочитайте. Поклонение пастухов. Это у нас что? Мадонна с младенцем в венке из цветов. Венке из цветов. Вот такой впервые вижу, что он в венке из цветов. И вот смотрите, вот картины, изображения, да, вот. Большинство там пир где-то на весь мир. Как бы, ну, у людей вот всегда заботы какие были. Поесть, поспать, поработать. Ух ты, смотрите, раньше тоже были такие мелкие собачки. Посмотрите, какая мелкая собачка там. Или это щенок, наверное, скорее всего. Пир Клеопатры. 1653 год. 1653 год. Пир Клеопатры. Что было? Чремовоугодие было раньше. И сейчас то же самое. А это что такое? Сейчас там группа французов. Французам рассказывают. Все, французы приехали посмотреть, как мы во Францию приезжаем. Зато что-то вообще непонятное. Картина. Что это такое? Отцелюбие римлянки. Отцелюбие римлянки. Вот это вообще что-то с чем-то. Вот этот зал вообще. Эти огромные здесь картины. Давай почитаем, что там. Садись вот сюда. Вот, садись, посиди. Место есть специальное для того, чтобы порассматривать, посидеть. Потому что здесь нужно издалека рассматривать. Наверху лошади много собак. Охота, что ли, какая-то? А здесь пир на весь мир. Охота удалась. Трофеи. Кто что поймал. Фрукты. Сейчас посмотрим с вами, какие тогда у нас были фрукты. Что у нас здесь нарисовано? Внизу даже что-то такое на Маракуйя похоже. Нарисовано, написано. Так. Так. Фруктовая лавка. 1779 год. 1779 год. В общем, здесь все связано с едой. Все связано с едой. Здесь фруктовая лавка. Там поймали птицы море. Здесь морская какая-то продукция. Там охота на медведей, Вань, видишь? С собаками на медведей охотятся. Собаки маленькие, медведи огромные. Но когда много маленьких разных особей, могут большого медведя, видишь, поймать. Там овощная лавка с капустой. Малахидовая чаша. Ваня все у меня уже устал. Весь извелся. Такой вот, смотрите, синий стол. Я даже не поняла, что это, из чего это сделано. Только вообще первый раз в жизни увидела. Цвет вообще бесподобный. Такой он синий-голубой. И, в общем, прочитала лазурит. Камень и лазурит. Ваза из лазурита. Столешница из лазурита. В общем, я поняла. У меня фавориты теперь. Карельская береза и лазурит. Ну и малахид. Малахид тоже очень красивый. Но лазурит бесподобный. Бесподобный, да, Вань? Нам бы такой домой столик с лазуритом. Интересно, сейчас в продаже есть какие-то такие столестницы из лазурита? Здесь доспехи итальянские. Зал с доспехами. Лошади, всадники. Еще и с перьями. Мало того, что сами все в железе, так еще и сверху перья, смотрите, у всех разные. Ой, а это случайно не всадники, а апокалипсиса. Просьба не трогать. Перья у всех разные. Черная, оранжевая, синий, зеленая. Так, в общем, сколько смогли мы, столько прошли, столько посмотрели всего. Но кое-кто хочет уже кушать и устал. Поэтому мы уже идем на выход с Ваньку. А это что такое, Вань? Подожди, стол. Стол необычный. Из темного мрамора. Ну, подожди, да я последний стол посмотрю. Из малахита, лазурита и агата. Бесподобный. Бесподобный стол. Итак, резюме. Резюме. Значит, вышли мы, очередь не уменьшилась. Какая была, такая и осталась. То есть, желающих ознакомиться с культурными ценностями довольно-таки много. С ребенком, конечно. Тяжеловато. Тяжеловато. Вообще-то мы все обошли. Нет, мы не все обошли. Мама, вообще-то мы все обошли. Вот там вот арку обошли. Мне кажется, мы и четверти не обошли. Нет, мы обошли. Уже внизу, там где эти могилы фараонов, там египетский зал римский. В общем, ничего, мы этого уже толком не увидели, потому что Ваня уже устал. Ну, ну, вот что хочу сказать я. Ваня, ни в коем случае не ждет. Дело в том, что к музеям такой неоднозначный у многих отношения. То есть, когда кто-то любит, кто-то не любит, я люблю вот это вот убранство. Мебель. В общем, мне очень нравится посмотреть вот на вот эту вот старинную мебель. Красоты неописуемой. Даже, боже мой, вот эти вот столешницы. Прям хочется вот это вот все потрогать, погладить. Но, разумеется, этого делать нельзя. Вот эти вот комоды, секретеры, шкафы. Вот это вот все мое. Что касается картин, я в этом не разбираюсь. Я в этом не понимаю. Поэтому устроить у себя эксперта не хочу, не буду. Понятия не имею. Там, рука мастера, еще что-то такое. Как это? Я просто могу сказать вот чисто визуально. Мне нравится или не нравится. Там, где там разные пухленькие голые девушки, картины, мне нравятся. Богини там разные. Ангеловочки такие пухленькие. Вот это вот все хорошо. Все, что касается там разных сражений, изображенных на картину. Все остальное. А это как-то, ну, мне по стоку, по скоку. У каждого свой вкус. Но я сходила с удовольствием. Я бы еще походила. Часа два. Ну, вот этот вот мой любимый товарищ. Я бы уже не выдержал. Он бы уже не выдержал сходить. Он очень устал. Вот. Поэтому сейчас мы идем куда-то кувшим. Мы хотим найти пышечную. Вот нам написали, что очень интересная пышечная. Есть вообще много, написала людей. Все их учла. Многие советуют столовую номер один. Фрикадельки. Или фрикадельки. Тоже написали мне. И вот эту пышечную вообще очень много людей написали и поддержали. Поэтому сейчас мы с вами идем в пышечную. Потом есть желание прокатиться на двухэтажном автобусе. Поверните, Марьева. А я знаю, Вань. Мы же оттуда приехали. Ты помнишь? Я же помню, как мы ехали. Поэтому на этом это видео заканчивается. С эрмитажем. Но совсем скоро будет следующее видео. Дальнейшие наши приключения в Питере. Спасибо большое, что были с нами. Всем, как всегда, добра, удачи, позитивы. Напишите, пожалуйста, как вы относитесь к музеям, к дворцам. Что вам больше всего нравится. Архитектура, живопись. Или как мне. Ну и обязательно с вами увидимся вновь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова